Сегодня 28-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. Начиная с 2011 года, 15 февраля в нашей стране отмечают День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Сегодня рядом с первой школой прошел митинг памяти погибших на афганской войне. Горожане по традиции собрались у мемориальной доски Владимиру Орлу, который 17 апреля 1985 года подорвался на мини. Это случилось за пять дней до его 19-летия. Репортаж Андрея Симоненко. В город Лабытнанге только один раз пришел страшный символ афганской войны – запаянный цинковый ящик. Владимир Орел похоронен на старом городском кладбище. Ему могила недалеко от входа. Скромный серый памятник с надписью «Погиб при исполнении служебных обязанностей. Младший сержант Орел Владимир Георгиевич». Здесь нечасто бывают люди, да и незачем это. Чтобы почтить память погибшего солдата, на школе, в которой он учился, установлена мемориальная доска. Здесь каждый год, 15 февраля, взрослые напоминают подрастающему поколению об афганской войне. Кадеты Денис и Никита вместе со своим наставником перед началом митинга готовились к возложению венка. Отрабатывали подход к мемориальной доске. Для них это событие очень волнительно. Война в Афганистане не стала 10 лет, это очень важно. Не забывать нельзя. Главное не волноваться и идти, и сделать все хорошо. Молодому поколению, нашему поколению, очень сложновато, конечно, понять. Но тем не менее, то, что наши земляки принимали участие в этой войне, и, можно сказать, выполнили свой долг до конца. Поэтому они здесь, чтобы эта память осталась и жила в наших сердцах, и в нашей, как говорится, в душе нашей. Поэтому кадеты обязаны все-таки знать, что была эта война. В городе Лбутнанге проживает 50 воинов-интернационалистов. Среди них есть два моих товарища. Мне не удалось сегодня убедить их рассказать о той войне, хотя до этого неоднократно слушал их воспоминания. Понял одно – они не думали о необходимости той войны, о каких-то политических событиях. Они просто выполняли свой долг, как тысячи и тысячи советских солдат, многие из которых не вернулись с той войны, как Владимир Орел. На этот митинг каждый год приходит много людей. Наталья Сухорукова училась в школе вместе с Владимиром Орлом и помнит тот день, когда город хоронил воина, погибшего в Афганистане. Город готовился встречать праздник 1 мая. Уже были вывешены транспаранты, поздравительные первомайские, которые пришлось затянуть черной тканью, потому что в город пришла беда. Его гроб запаянный стоял в клубе лесобазы, накрытый красным знаменем. И это было настолько неправильно и настолько несправедливо, что мои одноклассники в составе нескольких человек собрались и пошли в военкомат написать заявление, чтобы их отправили в Афганистан для того, чтобы они отомстили за Володю. Я желаю подрастающему поколению, тем ребятам, которые сегодня здесь присутствуют, чтобы они никогда не встретили в своей жизни, не встретились с такой несправедливостью, с таким горем и с такой бедой. Обращаясь к подрастающему поколению, помните, что была такая война, что были жертвы, что это все делалось во имя нашей Родины. Вечная память всем погибшим и вечная слава всем здравствующим. Игорь Мельник был на той войне механиком-водителем бронетранспортера, сопровождал колонны, не раз принимал участие в боях. Прошло с тех пор три десятка лет, но воспоминания не стираются и не становятся менее болезненными. Это моя всю жизнь останется. Я не могу говорить, что это. Но это не сотрется, по-моему, ни у кого в жизни. И дай Бог, чтобы потрясающее поколение помнило об этом. Кадеты Денис и Никита начали церемонию возложения цветов и отлично справились с поставленной задачей. Грустные моменты, но этот день нужно помнить. В черном тюльбане Те, кто с заданий И едут на родину милую В землю залечь Андрей Симоненко, Дмитрий Сверид Программа «Время местное» Всего Ямал проводил на Афганскую войну 11 героев, которые уже никогда не вернутся домой. Они погибли при исполнении служебного долга. Сейчас в нашем округе проживает более 1200 воинов-афганцев. Практически каждый четвертый из них имеет боевые ордена и медали. Они активно участвуют в общественной жизни, занимаются военно-патриотическим воспитанием детей и молодежи, проводят уроки мужества, руководят отрядами поисковиков, ведут работу по организации музеев и выставок. Сегодня ко всем ним обратился глава региона Дмитрий Кобылкин. Цитирую. В день памяти воинов-интернационалистов мы отдаем дань уважения и признательности всем тем, кто героически выполнил и выполняет интернациональный долг за пределами Родины. Скорбим по солдатам и офицерам, погибшим в горячих точках за мирную и свободную жизнь людей. Вечная им память. Благодарю ветеранов локальных войн за весомый вклад в общественно-политическую жизнь Арктического региона и гражданско-патриотическое воспитание нашей молодежи. Желаю вам здоровья, благополучия, мира и добра.